Первый идолон сели. Сильный, да, это 15 халявных крит-шансов. Это круто. Тут как бы все выглядят на 16 лет. Я прямо поржал, когда один чувак с наклеенными усами говорит, ух, как же я стар. Аж 20 лет прожил. Старик. Дальше на стрим прошел все загадки кубиков. Там дали квесты, после квеста они обновились. Да, рассказывали об этом. Петриолаксис. Что ждешь из Next баннеров, если не будешь за нее они крутить? Я не буду крутить его до гаранта, но я сделаю в него 20-30 круток, просто потому что я, как бы, голодаю до круточек, вот. То есть очень хочется крутить, а примагемов дофига, да, а тратить их некуда, потому что зелье у меня уже есть. Я крутану 20-30 ради 4 звездок, а потом посмотрим, может быть, лоча ради... Может быть, лоча ради мнимого урона. Возможно. Не знаю. Посмотрим. Адам, здрасте. Второй идолон зелья. Я уже второй не помню, но должен быть тоже хорош. Почему не крутишь зелью в С1? Потому что для фри-то-плей игрока созвездие это непозволительная роскошь. Если только ты не хочешь одного персонажа за 6. Такие фтопы игроки есть, конечно, но я не вхожу в их число. Я считаю, что коллекция персонажей гораздо больше, чем созвездие на одного перса, пушки на одного перса и так далее, и так далее. Никто меня в этом не переубедит. Ладно, поехали делать разные штуки. Помогите пройти кавку. Я вот сегодня пойду кавку замораживать. Можешь посмотреть. А, напиши пару комментариев. А, я хочу поместить впечатление людей о моей музыке на афишу моего следующего концерта. Дай мне все обдумать. Я слышала десяток тысяч песен. Я видел тысячу фильмов. Я прочитал сотню книг. И не завевала ни одного сердца. И лишь эта песня завоевала мое сердце. Ты не можешь с какими словами? Ты шучу же? Ту-ту-ту-ру-ту. Ты еще подумай, а потом не скажи. Хорошо, спасибо за примасы. О, Клара, сестричка. Хочешь навестить меня с Паскалем? У него опять неприятности. Нет, с Паскалем все хорошо. Как же весело ей отвечать с этим... С этой мадзей. Постоянно в ответ пишет. Сестричка, если придешь к нам, не забудь про мастерскую закалки. Заклепка градя. О, поищите Клару в мастерской. Ничего себе. Иген Шинер в этой игре 100% созвездия меньше дадут, чем новый баннерный перс. Да. Это факт. Потому что новый перс — это вариативность для похода в бездну, для похода в виртуалку. Это новый элемент, новое сочетание элемента и типа... Ну, типа, то есть элемента типа урона и пути. Да, соответственно, каждый новый перс привносит в пачку что-то свое уникальное и открывает для тебя большую вариативность для создания разных пачек. Привет, смотрели новый видосик. Здорово, пока нет. Пошел я, значит, фармить физсет на Клару. Слутал тело. Накрит урон с кэша и атака сапожки с кэу и кэша и сет на пробитие. Сороковой, естественно, уже апнут. Балдежно. Градс. Например, закапай глазки. Ну, давай, кстати, можно. Я сегодня выспался, вчера лег, постарался пораньше, где-то в пол первого уже засыпал, проснулся, ну, где-то, наверное, в восемь. И, наконец-то, реально поспал. Что-то в последнее время, ну, очень много. Двенадцати часовых стримов, и это просто жесть. Па-па-па-ра-па. С элементами путями прикольно придумали. Да, неплохо. По сути, казалось бы... Ой, что это? Ай-да-да. Тоже, казалось бы, то же самое оружие в геншине с этим конусами, да? Но вот тип персонажа, по крайней мере, сразу становится ясно, кто он. Мне так нравится эта механика. Пепе, агресса, в 15 месяц. В стандарт вчера выбила... Спасибо за рисап иван, спасибо за химико, броню и гепарда. Их у меня нет. Но, надеюсь, пригодятся. Пока поставила на цензу. Астый март. Пассивки вроде работают. Фигай себе, у тебя... Три леги за 50. Ладно, поздравляю тебя до нынешнего. Спасибо большое за... 100 рублей, жесть, вот это жесть. Что-то я хотел сказать. А, да, то, что... Вот выходит, новый перс в геншине, ему всегда нужен какой-то обзор, да? Да, там... Что он делает? Саппорт он. Есть ли у него хоть какие-то обилки в саппортящей, там... Может ли он вписаться в любую там пачку, да? Здесь все прям просто и понятно. Ты видишь, что выходит новый персонаж сохранения, ты понимаешь, что это будет танк. Ты видишь, что персонаж небытия, это либо периодический дамагер, либо дебафер. Да, ты видишь гармонию, значит, скорее всего персы сядут почти в любую пачку и будут бафать что-нибудь, там, силу атаки, урон, там, что-нибудь. Это так удобно, это так классно, мне это супер нравится. Причем, типа, мы узнаем о персонаже еще до того, как его обилки показали, то есть они в любом случае будут показывать элемент и путь. И все, мы знаем, вот, новый щитовик, там, допустим, какого-нибудь мнимого элемента, да, выйдет, да? И мы знаем, все, дальше уже релизнится персонаж, можно посмотреть обилки, и будет все сразу понятно, насколько он силен, насколько он слаб. Это прям классно. Эйку, спасибо за новую подписку, первый месяц, сапки, добро пожаловать, добро пожаловать. Максим, что-то у него проблемы какие-то, успокойся, все хорошо, как я могу успокоиться, что-то случилось, ты не знаешь, случилось такое. Дай мне немного времени, то, что я могу забыть, то, что я не хочу забыть. Не могу, то, что я не должен забыть, что же это, ладно, потом разберу тебя, ты что хочешь? Говорю, говорят, тебе нужна помощь, подожди, дай мне вспомнить. А с чем ты мне хочешь помочь, я ничего не помню. Вернуть память? Кажется, в этом есть смысл, как насчет прогуляции посмотреть, нет ли чего странного. Может быть, остались какие-то следы, я пока постараюсь еще раз напрячь память. Вправо, вперед. Мусорка. Как бы ты хочешь join the Fatui? Посмотреть. Вы открываете мусорный контейнер, видите, вы меняете на форме человека, кто-то здесь спал. Да, мусорный контейнер плотно закрыт, он существует в суперпозиции, в которой он, например, пуст и полон мусора. Мусорный контейнер Шрёдингера. На стене темнеть несколько грязных следов, они, кажется, вам знакомы, но вполне понимаете, что они означают. Ни одной другой четыре. Я, что похож на пастырь. Слезы не осуществляют свои чертания цифры три. Вечерокун, спасибо за 50 рублей, 90, круто. На зелье выпало 9 хук, ни одной другой четырех звездки. На пастыря. Ты хотел сказать на... Ну, этого... На воспитателя в детсаду. Неудивительно было бы... Неудивительно, вернее, если было бы, если бы тебе еще выпало... Оооо, 10 гифтов! Что происходит? Хайповоз запустили. Смайлики забираем. Я понял. Спасибо, друзья. Спасибо Агиджек. Для Лапласа. 028 хейт. Л-ш-с... Л-ш-с... Л-ш-с-с... Кенни... К-кей... К-кей... Сос... 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 Состела. Зитсар. Дельки Асокачу. все некие сложные нейр лавью стрим и громоверс громовержит громовержит получают сапки наслаждайтесь нашими классными геншинами и молотами спасибо большое за сапки надо подумать над ханкойными молотами сегодня свинка подсказала прикольную идею с в бабу грустным получится такой своего рода по рассет или как там айзековые библи тумб в в бабу они такие милые спасибо огромное за поддержку спасибо очень надеемся что ближайшие месяца полтора получится вывести деньги открыв и пашечку все это все еще с подверг в подвешенном состоянии с несколько вещей которые решатся в ближайшие недели месяц и потому что мы ждем я жду инфы от бухгалтера по поводу можно ли открыть блогерство стримерского как микро бизнес и п я жду разрешения от хозяйка квартиры на то чтобы использовать эту квартиру для своего индивидуального предпринимательства короче и дальше уже мы будем с юристом идти открывать и пашку а и 3 самый главный вопрос может ли твич или записать переподписать договор со мной как с и и пашником в армении вместо как того что у меня подписано как просто типа гражданин рф физика и сколько я потом буду платить налогов король короче вопрос очень сложный и пока что долго играющий но как же хочется чтобы все это блин закончилось и превратилась обратно то чем это было год назад купил подписку денежку сняли где моя подписка не знаю что-то тупит где-то где-то застряла видимо пример выпрямить спину нормально так если не на тебя заключать договоров бой next door смысле половина ведра почти высохшей краски белая страница покой он лежит в ведре и надпись ты никогда не сможешь сбежать от что чего биполяр очка поэтому ничего не помнят местами с к объявлению покрыт толстым своем копоте единственная область напоминает оливковую ветвь как будто кто-то пытался что-то записать в ночной темноте камнеграда может он по ночам ходит делать они легкому все равно пробую играть с цензу я понимала вроде бьет хорошо но такой рандом с костями и с ней не совсем понятно как команду шагу насчет рандома с костями тут смотри нажимаешь ешку все равно получает уже бонус урона в том числе и в сингл таргет даже если тебе не повезло и у тебя не получилось набрать не получилось собрать четыре одинаковых кости поэтому я сколько не играл в целом она мне понравилось как урон вписывал насчет команды сенсую так я думаю считать ее практически основным дамагером и брать под нее аста кстати под нее отлично зайдет наверное внезапно потому что скотч чем чаще ходят юниты тем чаще цензую пытаются вытащить косточку значит логично они наверное очень важна скорость на персах ну вот а что еще понятия не имею спасибо большое за садочку до нынешнего спасибо моего знакомого галочку сняли когда он в латвию переехал и снял деньги с сабок смысле сняли ну может быть ну они могут наверное снять галку на время на время на время перезаключения договора например ну звучит вполне нормально логично если это может наверное произойти сняли и не вернули уже почти год жестко а ты можешь мне пожалуйста написать как почему никто из людей я вот сейчас я сейчас пожалуюсь почему я нигде ни от кого из стримеров не слышал информации о том как они сняли деньги как типа инструкция как это сделать вот пошаговая типа открыть ипэдом получить налоговый номер открыть банковский счет написать твичу в саппорт и так далее может он пожалуйста это сделать если он сделает он будет святым человеком если нету типа как он снял я тоже у него не спрашивал я просто не понимаю этих стримеров уехали чё-то сделали и сидят молчат втихую да типа где вот этого солидарность типа особенно в тяжелые времена ссоре бомбит немножко я не первый раз слышу истории о том что кто-то где-то что-то снял и ни разу не видел инструкции ни от одного человека как он это сделал это отвратительно это просто отвратительно боятся что лавочку прикроют наоборот типа помоги другим стримером тип он все в хороших отношениях типа наверное это незаконно не ну тут я конечно не знаю может быть я вот все рассказываю я говорю я иду и пешку делать я иду налоговую там вот это вот все до год назад мало уже потара минимум но уже почти видом просто это просто так странно почему не закон я не знаю может он там короче я хз я просто сама самая жесткая типа что мне хочется инфы как с твичом контактировать что им сказать что с ними сделать но он просто чтобы ты понимал гражданин латвии не ну я очень рад за него ладно наверное его вариант мало кому подойдет наверное его вариант мало кому подойдет но просто опять же я не знаю это 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 очень странно ты чё он такой стучался понятно притис софика спроси она сняла да мне кто-то тоже рассказывал что надо только налоговый номер теперь я вот переехал в армении я могу налоговый номер получить сегодня потом я могу записать twitch у смотрите у меня есть налоговый номер и допустим я открою банковский счет в комнате и самом хорошем банке потому что физикам открывают только не самые хорошие банки и пойдут снимать и платить налоги в плаве в размере 20 процентов но я не хочу этого делать поэтому я иду открывать и пэшку вот ну то есть может быть я и могу это сделать скорее всего наверное потому что мне говорили что нужен налоговый И даже ВНЖ еще не нужно, хотя ВНЖ, ну, относительно скоро, наверное, у нас получится, у Яны получится получить, у меня получится чуть попозже. Двойного нового обложения не будет, может быть, будет с Америкой. Там, короче, такая история, что договор об отсутствии двойного нового обложения подписан с Армянской ССР. Он, наверное, как бы действует, но в то же время, как бы, наверное, и не действует. Поэтому тут все будет зависеть от ВН8 и амазоновских форм на Твиче. Я не знаю, Лех, возможно, нам придется платить 30% Америки. Может быть, они будут забирать, типа... Я не узнаю ответ на этот вопрос, пока не попробую, типа, перезаполнить формы. Я не хочу перезаполнять формы, пока я не буду уверен, что у меня там ИПшка есть. Если ты смотришь, что ты правильно сделаешь, дугай. Да, естественно, я обязательно его напишу и расскажу, там, не знаю, в стримерских конфах, там, у себя в АК-шке опубликую его, например. Раз, Денис своего не рассказывал. Возможно, Денис и рассказывал, но я не следил за его новостями, за его деятельностью. Не так сильно слежу. Просто, я думаю, что если, как бы, хоть кто-то нормально это расскажет, там, кинетесь Твичевой, ну, хотя бы паблики где-нибудь об этом расскажут. Ну, как будто всем насрать на других стримеров, кроме, я не знаю, себя самого и, там, я не знаю, своих парочке друзей. Вот, серьезно. Олег, я не знаю, какой, мов, привет. Ты сам все сделаешь, не гори. Да я попробую, я пробую. Просто раз уж нашла, зашла, это, у меня вот просто реваксис, он, у меня, блин, подай под жопу, мой жопу, сейчас. Со своим другом, ну, как бы, клево, конечно, что он гражданин Латвии, но, ну, реально. Я слышу такие истории про стримеров, которые уже вывели деньги и никому ничего не сказали. Хорошие стримеры, получается. Что обсуждаете? Да вывод денег, встреча обсуждаем. Всем привет, из Иркутска. Сижу, смотрю, прохождение шестого мира, думаю, а вдруг стрим? И вот я впервые на стриме, добро пожаловать на стрим, приветики. Они такие GTA-стримеры. Ну, у всех есть свое какое-то комьюнити, все общаются со своими, да, друзьями, там, стримерами. Но вообще в трудную минуту принято помогать друг другу, а тут как бы все оказались в одной лодке и... И все. Сербия вроде знает, что делать. Да я сейчас пока сам пытаюсь решить эту проблему, мне не особо есть смысл сейчас, потому что я уже, уже как бы на пути решения этого вопроса в Армении. У меня единственная проблема, я бы не отказался от какого-нибудь гайда, что делать с твичом. Писать в саппорт, перезаполнять налоговые, перезаполнять V8B, перезаполнять амазоновские формы, переподписывать договор, как его переподписывать, с кем на эту тему связываться. Просто через сайт это делать. Здорово, Кудзо, приветики, приветики, рад видеть. Как у вас делишки, как работа? Идет? Что же оно такое, на языке вертелось? Так, наверняка как-то связано с тобой. Кирка, вот оно как. Кажется, я что-то начинаю вспоминать, потом потерял что-то важное. Действительно, это моя кирка. Не помню, чтобы на ней была гравировка. Почему она там, должен хорошенько поразмыслить. Короче, учелочек, да, с памятью проблему. Заверните одну ежедневную миссию. Заверните. Заверните мне шавуху одну с собой и одну ежедневную миссию. Используйте технику два раза. Пройдите зал забвения. Ну, здорово, конечно Хороший квест, застойная тень Это нам, в принципе, надо Тут такой момент, что Ценсу больше ощущается Как персохота Часто бьет в сингл Даже большой урон только в одну цель По сравнению с Химека Герт и Сервал, которые Прямо по всей пачке Да, я с тобой согласен, она больше Взрывным уроном дамажит, поэтому я бы сказал Что она чем-то больше подходит под Персонажа разрушения, но просто у нее нет Никаких самовыживальческих Функций Поэтому она персонаж эрудиции, а не разрушения Вот А так, да У нее же основной урон в три таргета А не в АУЕ в целом Так, давайте думать Пироперсы, асту надо будет обязательно Качнуть, да Криоперсы, пойдем за штуками для Март Видимо, да Здесь два разных Криоперсы, блин, а какой из них для Март Нужен, а какой из них для кого еще Пять штук Здесь и по-моему для пела Те же самые нужны, да Все, пойдем закроем Одну застойную тень А может быть и не одну Кого взять из этих миллиардов Ой, зель поменьше стало Кстати Зель поменьше Начинать химику возьмем Вау 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 Скирием Сыдлию за сигну гепарда на Март 7 Если вы гряди есть Клара Я так понимаю, сигна гепарда Увеличивает шанс получать урон Да, типа, ну увеличивает Короче, там Стату Таун-то повышает Хороший, кстати, вопрос В целом, я думаю, что можно Потому что вот сколько я играю на Кларе Тот факт, что когда-то бьют Март Это не так плохо Потому что Клара в соло Все не вытанчивает Если они чередуют между собой Получение урона То в целом Они танчат гораздо лучше Чем когда пытаются танчить Одна единственная Клара по Таунту Поэтому я думаю, что да Надо юзать Лего есть лего Возьми моего Даньхена как-нибудь Он очень жесткий Наверное, играл на нем на бете Да, я играл Даньхеном Он, естественно, очень крутой Можно взять Если он не попадет Там же, видишь, не всех дают На выбор Тут тот же Тот же не всех Как бы, поэтому Кто попадет Тут тот и есть Ой, сори Сори нам Я хочу вот поюзать Этого Я хочу поюзать Сампа Минс Даньхен Жесть Сампа пипеги Пойдем посмотрим на него У меня же вообще Сампа нету Поэтому интересно даже Таки довольно много Конус Р3 С рокового уровня Пока что Навык Наносит урон Также случайным противникам Ветряной урон Равной силой Четыре До праза Навык Наносит урон случайному То есть он как этот Он как Ешковельт Получается Но всем противникам С базовым шансом Получит Получаем Периодический урон На 23 Ничего себе Возразительный Интезион Победа над противником Умеет шанс Наложить на всех Противников Прикольно Что здесь можно Идалоны Почитать А у меня получается Здесь тоже можно Идалон Почитать Да Использу Навыка Не удаляет Метку Для выветривания Три штуки Накидал Еще просто Я проступаю По сигналам Боевую И я не понял Как скелес Урон И ее конус А я не помню Что там сигнал Я могу сейчас Глянуть Так и видел Как Клара В соло Танчего Гепарда Потому что Вся пачка Сдох У нее был Отхил от Контратака А она просто На одном уровне Подержала Да Это Есть такой Баф Радости Очень сильный И очень классный Для 5 Дебафов Что за жесть Много урона Получит Да Хрена Урона Как от Ешки Как от Ешки Асты Офигеть Сам Прикольно Видел Очень сильно Шампунем И видос Ну как Ему так сильно Дота Разгоняет Непонятно Виртуалка Конечно Я думаю Виртуалке Знаете Что Вспомните Геншин Как люди Там В первые дни Ставили Там Супер Эти Супер Рекорды Урона Да Где-то Кто-то В мире Кто-то Там Потом Изобрели Способ Под 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 Пятью Саппортами Это делать Когда один Дамагер Делает Когда люди Кидают Баф Потом Выходят Из пачки Добавляется Твоя собственная Пачка У тебя 5 саппортов В мире Дают Этот Урон Ну вот Фанкая Все это Какая Все это Виртуалки Конечно Будут делать Здравствуйте Делюсь Радостью На броне Сигной Гепард И зелена 30 Без доната Жестко Круто Круто Поздравляю Спасибо за 50 Че там Спрашивал Про Сигну Байлу Макс ХП Когда Исходящее Лечение Коя Исцеляет Союзников Исцеление Записывается Когда Любой Союзник Атакует Один Случайный Противник Получит Дополнительный Урон Который Исчисляется На основе Атрибутов Владельца И 36 От записанного Исходящего Лечения То есть Скорее От силы Атаки Плюс От Исходящего Лечения От записанного Дополнительный Урон Который Таким Образом Не влияет Вселен Честно Не знают Надо Тестить Описано Сложно Непонятно Точно Взорвется Урон Который Ты Выхилил Типа Ты Там Выхилил 500 Нанесешь 500 А потом На них Будет Работать Видимо Бонус От Лечения Что То Что То Что То Да Я думаю Как Сет Коми Должен Должно Выглядеть Ских Шмоток Падают Стихийные Статы С каких Ловить Перчаток Или Сапог Стихийные Статы Падают С Бонарных Украшений Со Сферы Старела Кстати Уже 20 Миллионов Скачиваний Крут Балдежно Синтезируйте Один Расходник Рецепт Жет ХП Одного Союзника Должас Добавьте Материалы Привет Сереж Потихоньку Значительно Слежу Себя 99 Жесть Паша Здравствуйте Спасибо За псяж Всем парням Желаю Найти Самую Лучшую Девушку Дочка Хорошего Стрима А ты Помнишь Свою Первую Любовь Ой Да это наверное Школь Был Всякие Знаешь Вот эти Школьные Наваждения Которые Первой Любовью Ты не Назовешь Спасибо Большое За 50 Рублей Все Все У тебя Будет Хорошо Не Не Переживай Вы Первотная Получит Достижение Кек Уж Эти Ачивки Не Хочу Пока Заморачиваться С Ачивками Следить За Ними Стример Не Пойдет Разминаться Нет Странно Почему У тебя Пропуск 6 У меня 5 Странные Региональные Цены Видимо Потому что Армения Богатая Страна Ну или Из-за Того Что Какие Нибудь Налоги НДС И так Далее Повышают Стоимость В Армении В принципе В интернете Я так понял Все В баксах В том числе И в стиме Жесть Время Летит Рассвет Жесть 8 лет Жестко Жестко Можно дешевле Донатить Говорят В России Донат Донат Дешевый Если уж Говорить Об этом Так Надо подумать С кого Мне Кого Мне еще Надо будет Качнуть И чем То есть Вот мы Качнем Март Пять Штук Мало Еще Пелу Надо Будет Еще Асту Надо Будет На зелье Я тоже Еще Не Выбил Жесть Ладно Пойдем Еще разок В форму Льда Убьем Как там Была Форма Твердой Воды Твердая Вода По-моему Называется Кубик Льда Пханка Я не то Делал Кого Взять В поддержку Взять Поддержку В поддержку В поддержку 2 серых Давай Твой броню Возьмем Жаль Что без Моей Этой Зель Птушем Последнее Стоит Фать Видел Релизный Трейлер Там Ионов Показали Еще Не Смотрел Жду Пока Народ Потянется Что Меньше Спрашивали Таким Каким Путем Пойдешь Виртуал Тратить Сегодня Планирую Память Скорее Всего В пятую Пойдем Виртуал Потому Что Я еще Не тестил Память И шестую Я через Память Даже Пробовать Не хочу С теми Заморозками Ну Есть Смысл Интересно Возвышение Сейчас Убивать На следующем Уровне Равновесия Не будет Больше Будет А что Ты Сейчас Будешь Убивать А еще Чтобы Сразу Ж выйти На Сороковой И Качнуть Сразу Персов Да Сейчас Выгодно Выбивать Планарки Но Я считаю Что Ближайшие Тридцать Уровней Освоения Планарки Мы будем Выбивать Только Раз в неделю За счет Монеток Я уже Выбил Нужные Себе Я уже Выбил Хорошие Планарки И не хочу На них Тратиться 120 ключей Не хватило Их Все очень Дорого Что 120 Че Так Пойдем На зелье Пойдем Повыбиваем Физушный Там урон Нужен Да Но У меня Уже Есть Клар Моя Но Давайте Заменим Другой Кларой Придется Мы Поможем Совушке Нафармить Немножко Кредитов Привет Дженго Подумал Что время И мне будет Накрутки Записаться В какой-то Веке Жди Немножко Обязательно Пустим Даже если Не успеешь В дискорд Сюжетка Закончилась Все На 35 Ранге На 34 Можно Сделать Все квесты Весь Хотя Вам Говорят На 38 У кого-то Открылся Квест Про Что Про Лифанс Можно Будет Скрафтить Артефакт С верхним Статом Который Ты хочешь Правда У меня Продвигает Есть Я Учить Делал Очень Байтовый Гайд Который Называется Геншинеры Позавидуют Этой Функции В Ханкай Старлейл Поэтому Не могу Все видосы Смотреть Я знаю Не могу Я об этом Не пошутить Правильно Так Давайте Еще Возьмем Кларен Я понимаю Что Вы не можете Смотреть Все видосы Я специально Делал Эту В Которых Все Воняют То Что Да Это Ничем Не Поможет Но Главная Суть Гайда Многие Не Выкупили В Том Что В Принцип Убивайте Артефакты В Ханкай Проще Чем Геншин За Байтовой Обложкой Прячется Очень Большая И важная Информация Планарная Планарная Сет Собрать Мейновую Модод Лучше У тебя Большой Выбор Ну Я Те Так Скажу Из Шестой Виртуалки Накричалась Навы Навык Навык Теню Работает На Навык Самп Или Нет И На Кого Будет Работать Ее Навык В принципе Ну Работает Он Силу Атаки Дает А Периодический Урон Сампа Скейляться От Силы Атаки Здорово Холиша Кто же Пятый На Памяти Прошел Но Как-то Это Не Так Весело Как Стонная Урона Да Мне Вообще Не Сильно Нравится Идея Проходить Что-то На Заморозке Врагов Типа Что это Такое Вообще Но Попробовать Надо И Как Минимум На Ютуб Выложить Потому Что Я Упоминал Память Как Один Из Высоких Идеалов Пузырь Кстати О памяти Пузырь Памяти Как Один Из Универсальных Способов Проходить Виртуалки Поэтому Надо Самому Это Прочувствовать Вы Уже Много Скошного Олтаря Перед вами Множество Людей На большинстве Белые Одежды С золотым Шитьем Некоторые Жестают Вокруг Олтаря В доспехах И шлемах Под Сводами Пещеры Разносится Эхо От Монотонного Бормотания Вам Ясно Зачем Здесь Собравились Эти люди Они Хотят Призвать Его Благородное Существо Которое Путешествует Во Времени Установить С помощью Тайн Загадочный Канал Связей Вплести Его В ритуальную Молитву Этим Ритуалом Они Придут Нити Времени Пытаясь Проследить Путь Назад От Последнего Увязшего Листа Мировом Древе К первой Почке В начале Всего Эти люди Твердо Верят Что так Они Смогут Встретиться С благородным Существом Хотя Встреча Это Будет Кратко И Мимолет Удовольств Если хоть Одному Из них Достичь Этой Цели Вы Не Хотите Оскорблять Их Верну Все же Твердо Считаете Что Время Идет Лишь В одном Направлении И Вернуться Назад Прошу Невозможно С учетом Этого Их Постулаты Звучат Абсурдно Человек В белом Деянии Который Стоит Ближе Всех Внезапно Поднимает Голову Они Что Читают Ваши Мысли Вас Охватывает Тревога И Лихорадочно Гадаете Что Же С вами Будут Делать Но Ведь Они Ведь Сами Пригласили Вас На Этот Алтарь Вдруг Это Кровавый Ритуал Жертвоприношением Подражите От Страха И Громко Молчите Их Молите Их О Пощаде Но Оказывается У вас Не Тартан Теперь Вам Очень Хочется Чтобы Они И Правда Читали Ваши Мысли Человек В белых Одеждах Размеренным Шагом Подводит К вам Моляю Хотя бы Обращайтесь Со мной По-человечески Взываете Вы Кажется Под складками Его Балахона Угадывается Блеск Холодной Стали О нет Неужели Здесь Царит Беззаконие Вы Зажмуриваетесь Проклятый Балахон Шуршит По каменному Полу И по нему Шлепают Басы Ноги Шуршение Шаги Статуя Дрожит Нас Услышали Он Кричит Этого Всю Глотку И толпа Облегчен И выдыхает Вы Тоже Чувствуете Облегчение Какое Счастье Что Цивилизованное Место Где Никто Не Причинит Зла Несчастному Камню Что Легче Проходить Четвертый Мир Говорят Тоже Через Заморозку Неплохо Проходится Пока Через Память Кавка Очень Советуют На Изобилие Потому Что Она Умеет Снимать Дебафы Вот Пример 5 Но Это 5 Раздели Лучше Сигна Инцини Или Из Виртуалки Думаю Что Инцини Будет В любом Суще Сильнее Потому Что У Обычных Легендарок Чуть Больше Статов Как Оказалось Они Немного Понервили Статы Легендарок Из Виртуалки Они Теперь Что То Это Не Леги Это Что То Это Эпическая Легендарка Я бы Так Назвал Или Полу Легендарка Блин В три Персонажа Играет Стой Какой Вот То То есть Они Занерфали И Там Статов Больше Чем Эпика Но Меньше Чем Леги Это Странно Но Это Это Так Легендарный Эпик Да Как-то Так Ту 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 Ты Еще Пугающую Красную Надпись Показывает Когда Интернет Пропадает Вместо Того Чтобы Просто Прогрузку Показывать Есть Такое Отвечу О Еще Одно Еще Один Пузырь Наверняка Собрать Все Пузыри Тоже Есть Ачивка Поэтому Надо Их Иногда Подсчитывать Когда Не Лень Вот Сейчас Мне Не Лень Упадок Рациональной Мысли Звучит Очень Грустно Все У вас Перед Глазами Перечеркиваю Длинные Тонкие Холодные Железные Прутия Судя Потому Что Ощущает Кончики Пальцев Прутия Театр Роскошной Клетки Короны Которая Принадлежит Только Королю Философу Правителю Галактики Лаврового Венка Вы Оглядываетесь И понимаете Что Находитесь В Амфитеатре Откуда Приходят Уверенность Что Это Место Собрания Парламента Союза Философов В Сам Центре Галактики В Колоннаде Созерцателе На Местах Под Мраморными Колоннами Должны Были Уничтожить Все Органические Формы Жизни Смерть Аврелию Здравств Император Похоже Вы и есть Аврелию Во всяком Случа Именно Это Вы И Помните Прекрасно Понимаете Что Вы Звало Гнев Кремниев Форм Жизни И Почему Именно Вы Стали Мишень Для Общественного Презрения Согласно Антиорганическому Уравнению Правящей Галактикой Союз Философов Будет Уничтожен Империей Машин Только Всего Они Хотят Унизить Вас Единственного Представителя И лидера Всего Живого В галактике Хотя Они Уже Истребили Жизнь На множестве Планет Им Все Мало Они Выносли Вам Приговор И Объявили Наказание В соответствии С законом Философа Выпить Яд Из Кубка Что Стоит Перед Вами Они Счастливы Что Вот Увидеть Вашу Смерть В Икра Органических Форм Жизни Союза Философов И Рациональной Мысли Вы Делаете Шаг Вперед Поднимаете Золотый Кубок С Смертельным Ядом Живые Формы На основе Народных Элементов Запомните Вы Оглядываете Колонаду С гордо Поднятой Главой Смерть Мыслям Не страшна Мысли Никогда Не умрут Я Аврелий Наблюдатель Вклети Иродивый Пастырь Царь Всех Философов Обращаюсь К вам А вы Воздеваете Руки Вы Будете Праздновать Победу Под взглядом Этой Священной Колонады И она Наделит Вас Истинной Рациональной Мыслью Ваш Голос Глушает Сводящаяся С ума Какофония Звук Вы отвечаете Игромогласным Хохотом И одним Глотком Осушаете Кубок Ту-ду 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 Поставить К Байлу Вельту И зельки Броню Предвещаю вопрос А у меня Нет брони Но наверное Надо было Это Это сразу Уточнить Иначе Я бы Ответил По-другому Может Совет Вгоди Вперед Что ходить На фиолетовый Шмот Нет смысла Где брать Ресы Для прокачки Которые Сейчас Уже Есть Слушай Ну Я не знаю Может быть Главная проблема Почему часто Задают этот вопрос Потому что Вы перекачиваете Артефакты Я так предполагаю Что вы прокачиваете Многие арты До 12 уровня 12 это Максимальный уровень Эпиков 15 это Максимальный уровень Легендарок Не надо это делать Перекач Артов Это Потеря Гигантских Ресурсов Вы все равно Их потом В леге будете Вливать На 40 У меня Все Проходится Шестыми Девятыми Единственное Я перья Видишь Я Перья Дома Игром Качнул До 12 Шмотки До 9 И Типа Хилер Хилер Вообще В 6 Ходит Уасты Немножко Девятых Уровней Наверное До 12 Качаете Они у вас Быстро Заканчиваются Чем Чем больше По уровню Вы качаете Артефакт Тем Подговаривают Что Люди В прошлой Бете Проходили Виртуалку Соло Кларой То есть Наверняка Где-то В ютубе Есть такие Видос Но Про еду А не Внж Я не Увидел Вопрос А Ты Мне Закидала Смайликами С Доритасами Я их Увидел Я не Я не Понял Я не Понял Хороший Вопрос А ты Че Хочешь У меня Как-то У меня Нет Идей Может Быть Какой-нибудь Супчик Или Салатик Может Быть Чебурек И Супчик Там Вроде Бо Куриный Был Довольно Вкусный В этой Кафешке В которой Чебуреки Делают Вчера Видел Видос Шестого Мира Соло Клара Вот Как бы Тян Ты Видел Видос Про Ионов Я Слышал 100 Миллионов Сообщений Сначала Стрима О Видосе Про Ионов И Жду Пока Вы Соберетесь Как Можно Больше Чтобы Не Приходили Люди Не Спрашивали А Видел Ли Я И Дос Про Ионов Не Знаю Что Я Ще Сделал Я Хотел Мопсов Побить Кстати Где Ни Зоне Хранения Например Делать На 37 Ранге Сюжетка Закончилась Х З Проходить Виртуалку Все Уровни Блин В смысле В безопасной Зоне Ну Хоть Пузырь Нашел Капоты О Смотрите Он тут Стоит Грустит Из-за того Что Его Все Захейтили Ты Всех Напугаешь А Это Ты Кажется Ты Нервничаешь Помнишь Что Сделала Амина Теперь Все На Космической Станции Оплевывают Меня Даже Те Кто Сказал Что Никогда Не Покинет Мой Фан Думал Думал Над Тем Кого Бесконечно Угнут То У меня Вероятно Так же Хватило Смелости Обратиться Другой Стране Для Разговора Снова Трудности Вамины Мужества Я Еще Больше Убедился В одном Я Был Полным Придурком Поэтому Я Рассказал И Все Что Думаю О себе Не Приняла Мои Извинения Сразу Но Я Думаю Что Почувствовала Мою Искренность Сложно Начинать Все Зану Первая Кто Видит Все С моей Стороны Ты Настоящий Друг Все Остальные Думают Что Я Не могу Искупить Свою Вину Даже Смертью Не Говоря О том Чтобы Позволить Мне Начать Все Сначала Не Больше Занимайся Самоанализом Все Ясно Будь здоров Не болей Спасибо Сейчас Дайте Ко мне Минуточку Снова Я Брал Оружие На Зеле Мне Кажется Или Юрий Спросил Четвертый Раз Про Это Сообщение Несмотря На То Что Я Ему Ответил Я Просто По Моему До Этого Видел Три Сообщения Одно Из Них Было С Восклицательным Знаком Типа За 800 Балов А Потом Он Спросил Еще Раз Подглядывание Коснуться Пузыря Памяти Кто Там За кем Подглядывает Вабилан Экспресс Как всегда Настоящая Парилка Каждый день Вы едете домой В жуткой Давке Всевозможные Механические Тела Набились В вагон И стоят В тесноте Как банки Тиберийских Сардин В вашем Хладильнике Или как Сардины В самой банке Мутным Искусственным Глазом На затылке Вы подглядываете За блондинкой Блондинкой Роботом Если точнее Позади вас Уставившись В экран Ее смартфона Выследить За ее личной Жизнью Со стороны Напоминающей Мыльную Оперу Она стоит Совсем Рядом С вами Вы считаете Себя Тем Кто идет По самой Грани Морально Дозволенного И повинуясь Голосу Остатков Совести Специально Переводите Переднее Зрение На другой Объект Вовсе Не потому Что так Легче Подглядывать Правда Правда Чат Не надо Так Делать Может она работает В вашем же отделе Вы не знаете Но считать Как она переписывается И плетет интриги С восемнадцатью Любовниками Очень интересно Вы даже не уверены Кто из вас Двоих Тут менее нравственный Но вам всегда Хорошо удалось Находить оправдания Которые доказывали Бо вашу невинность Работа у меня тяжелая Жизнь скучная Мне даже не хватает Абилан монет На билет С сидячим местом Вот как вы Всегда себя оправдывали Если бы можно было Каждый день Позволить себе Аэротакси Я бы такого не делал Вообще Во всем виноват Корпорация Междездного мира С ее торговым расширением Вы возмущаетесь Но даже толком не знаете Что эти слова означают Просто ваш начальник Еще любит упоминать Это самое расширение Кто хочет быть святым Пусть будет Лично вы согласитесь Только если вам За это заплатят Вы приводите взгляд обратно На постоянно обновляющийся экран На что-то набирается Сосредоточившись Вы пытаетесь прочесть Сообщение Парень рядом со мной Девятнадцатый В вашем мозговом компьютере Резко подскакивает Температура Искусственный глаз Вращается Оглядывая все вокруг Но рядом Никого нет Кто же это Девятнадцатый Бывай засекли Тут патрулирует полиция Или же Что бы там ни было Вы не решаетесь Задумывать эту мысль Оказывается Вы куда боязливее Чем казалось Электроника В вашем теле Запускает Химические реакции Подвозить тепло У вас Кружится голова На самом деле Забавные Такие мини истории В этих Ахатстеры Блин Еще пиццу С мини сосисками Мы кстати Их давно не заказываем На самом деле Что я говорю Хотел сказать Эти истории С пузырями Они в целом Довольно прикольные В них есть Я не знаю Это как какие-то Супер мини истории Рассказывающие О гигант О том Насколько огромна вселенная О том Сколько всего В ней происходит Да Все таки Это космическая Одиссея Такая Да Как бы Ханкайс Старвейл Да И Чем-то местами Они даже напоминают Наверное Какое-нибудь Черное зеркало Да То есть В этих историях Бывают Какие-то страшные Криповые Моменты Вот Что-то в этом роде Прикольно Прикольно Какие релики Иконус Ты бы посоветовал На Тинью Дэнс 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 Очень клевый Релики У тебя Нет других реликов Кроме Короче У всех Кто сейчас играет Есть два выбора Из Из неочевидных Потому что Релики Типа Повышает Ледяной урон Повышает Где там Ветряной урон Куда он делся Вот Повышает Ветряной урон Это довольно Очевидные вещи Да Кстати Я не знаю Почему я вот эти Два не залочил Вот эти Может и не буду Они какие-то Слабенькие Заролились Не знаю Не уверен Уже Надлеги Будут выпивать Типа Два выбора Либо на пробитие Либо на силу Атаке Выбор делается Таким образом Часто ли ваш Персонаж Пробивает Вражескую Уязвимость И Сильно ли он Это делает Например Аста Это делает Одной кнопкой У врагов Пробивается Уязвимость И она Вносит Гигантский Урон Отлично Отлично Про кого Был вопрос На Тиньюнь Часто ли Тиньюнь У тебя Бьет И пробивает Уязвимость Нет Потому что Она бьет Либо Обычная У нее есть Всего Одна Атака Это Базовая Ешкой Она Не бьет Ультой Она не бьет Значит Ты даешь И конус Значит Ты даешь И релики На силу Атаки Более того У нее есть Скейлы От силы Атаки Которую Ты Нажимаешь И Да Ну Типа От Ульта По моему Ульта Или Ешка Как раз Дает Скейлы От силы Атаки Ну Типа Саппорт Без черного экрана Хочется проскипать Все Так Трудно Воспринимать Информацию Не могли Что ли Хотя бы Арт Нарисовать Понимаешь Если бы Они нарисовали Этот арт А тут Со всех Концов Вселенной Они бы Как бы Задали Своего рода Канон А потом Возьмут И поменяют Что-то Захотят Изменить Мне кажется Они поэтому Этого Не делают Но да Прикольно Было бы Какие-нибудь Картиночки Я согласен Полное Исчезновение Это что Дэвид Копперфильд Команда Фольклористов Гильдии Эрудитов Которая Сейчас Наполняется Так и не Ответила Ваши корабля Заканчивая Топлива Надо срочно Приземлиться Приборы Показывают Что вы Стремительно Теряете Высоту Снаружи Облака И дым До сих пор Никаких сигналов В голосе Командира Слышна Тревога В гильдии Седят Одни мошенник Которые Обводят Честных Людей Вокруг Пальц Все Частоты Заблокированы Как Неделю Назад Говорит Ботаник Своим Обычным Монотонным Голосом Тепловые Сигналы Живых Организмов В живых Районах Не обнаружено Где-либо Еще Те Кто не Понял Все живые Организмы На поверхности Планеты Испарились Добавляет Он Поправляя Носочки Вас Всегда Разражала Его Манера Поведения С целой Нет Исчезла Все живое Раз Такое Вообще Возможно Хотя Почему Нет Эти Гуманоидные Грибы Очень Истово Поклоняются Своему Странному Богу Может Он и Принес Всех Сюда Измысли Вас Видеоргит Резкий Толчок Откуда Со стороны Днища Похоже Вы приземлились Теперь Осталось Найти Тех Гильдейских Мошенников Потом Проваливать Отсюда Вы Хватаете Учевой Пистолет Вы прыгаете Из люка Вслед за Командиром Вместе С остальными Входите В здание И снова Выходите Поиски Занимают Много Время Но Ответов Как Не было Так Нет Еда На тарелках Еще не начала Плесневеть Непогашенный Огонь Из каминов Успел Перекинуться На мебель Но Дождь Потушил Пожар Ручки Попадали На пол И чернила Из них Испачкали Всю Ком Нетронутым Остался Замысловатый Герб Который Постоянно Блюдает За всем Дает Воль Воображению Как при прочтении Книги Впечатлений Больше От таких Микро Рассказов Получаешь Что же Может быть Ну Если Там Нарисуют Какую Нибудь Дичь По типу Помните Чела Который Ну Мы Читали Эту Историю Там Был Чел Который Окаменевал В конце Превратился В янтарь Очень страшно И крипово Бусс или Лоботонку Да Потому что Там Реально Кровяка Безумие И И Всякая Дичь Творится Собираешься Убивать Конус На зелье Здорово Нет И я Несколько Раз На ютубе Говорил Почему Я не буду Этого Делать У меня Есть Гайды Обзоры Зелье Баннера И так Далее И так Далее Здравствуй Макс Спасибо За 16 Уровень Так Пускай Буду Почему Он очистится Благим Огнем Рогалика Меня Раздражает Такое Отношение Гача Играм Я Играю В Крутейшие ААА Проекты В которые Ложено Гигантское Количество Денег И Это Очень Крутые Игры Которые Сделаны Максимально Качественные В них Можно Не вложить Ни Копейки ААА Проекты Сейчас Не сделаны Настолько Годно Как Проекты Хайверс Спасибо тебе За ресап Но Дбдшкой Мы точно Не очистимся Рогалики К рогаликам Мы когда Нибудь Вернемся Я так понимаю Ты не следишь За Ханкаем Потому что Тебе не нравится Гача Игра А у нас Здесь вообще-то Рогалик Представляешь Мы вообще Тут В рогалик Играем У нас Здесь Есть Специальные Миры В которые Мы ходим Закупаемся Бафами Получаем Проходим Самыми Разными Разными Механиками Тут Целый Рогаликовый Режим Внутри Играем Прикольно Привет Будешь Донатить В конку Или будет Чистый ФТП Аккаунт Может быть Начну Донатить Спустя Несколько Месяцев Потому что Мы К этому Моменту Пройдем Весь Контент На Фри Туплея И Если Я пойму Что Мне Хватает Денег Чтобы Это Делать Завел Лучше Червозвездные Конусы Вельта И Байу Я сейчас Хотел Придумать Какие-нибудь Тупые Названия Потому что У всех Конусов Какое-то Интересное Название И я не Помню Ни черта Как они Называются Поэтому Сорри Я не Смогу Тебе Их Назвать А пузыри Не связаны С мирами Виртуалки Так нет Ну смотри Виртуалка Это же Вообще Сбор Типа Архив Данных Из которого Сделано Как бы Мини-игра Да Которая При помощи которой Вельта Пытается Познать Лучше Познать Эонов Да Вот Как они Мыслят И как Они Действуют То есть По сути Симуляция Симуляция Которая Которая Продумывает Что будут Делать Ионы В том В том Или ином В том Или ином Короче В той Или иной Ситуации Поэтому В принципе Виртуалке Тоже Происходят Разные События На разных Планетах И так Далее И так Далее Стоят Бешеных Денег И Просто ААА Гейминг Он Загнивает Почему Загнивает Не знаю Но загнивает В то же время Китайцы Выпускают Ультра Качественную ААА Игру Без каких Либо багов Идеально Вылизанную Бесплатную Но в нее Можно Задонатить Денег Чтобы Разработчики Заработали И выпустили Еще одну Такую Через пару Тройку Лет Баги Есть Ну есть Парочка Согласен Честно говоря В Геншине Ни разу Багов Не видел На релизе А вот В Ханкае Наткался Например У меня Экран Белеет В порту Звездных Яликов Когда я В битву Вхожу То есть Ну парочка Есть Кто-то Там Где-то Застревал И так Далее Я Семь В игру Зашел В бескрайний Космос Ну вот Да Кто-то Каким-то Образом Даже Под землю Проваливается Стоит Сказать Именно Ее Тех Состояние Сам Сюжет Геймплей И так Далее В игре Отлично Если Это Про Джедаев То Да Да Конечно Я Не спорю И первая Часть Была Клевая Я Почти Уверен Что И вторая Тоже Класс Вот Поэтому Я Как-нибудь Обязательно Поиграю Я Как-нибудь Обязательно Поиграю Ну Скорее Всего Что У тебя Там А Монстры Застряли В этом Жесть Какая В коробке У меня Рука Сварога Багала В виртуалке Очень жестко Но это Конечно Выглядит Забавно Я считаю Что Такие Баги Это Чисто 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 Пожать Я Вообще В принципе Не люблю Гнать На баги В играх Но Вот Оптимизация Меня В последнее Время В играх Расстраивается У меня Не самая Старая Видеокарточка 2070 Супер Довольно Хорошая Видюха Но Во многих Играх Есть Серьезные Проблемы Новых Пойдем Еще за охотой Немножечко Баг Что Нельзя Новости Открыть Блин Не взял Саппорт Будет Рэмбо 3 Сегодня Будет Рэмбо 3 Но Если Мне Не понравится Игра Она будет Слишком Долгая Или Сложная Рероль Привет Здорово У тебя Есть Места Кстати Я Оказывается Один По достижениям У сервера Верс Выясни Хорошего Стрита Спасибо Легионер За Одно Евро У меня Есть Места В Друзьях Десять Штук Но Я думаю Что Я Их Сейчас Придержу Для Либо Каких Небольшин Да У них Зрители Сабов Которые Поддерживают Нас На протяжении Долгих Лет Либо Для Стримеров Которых Можно Тоже Будет Добавить Друзья И я Никак Не мог Его Вернуть Даже Перезапуск Не Помогал Так Что Баги Не Проблем Поздравляют С Шести Миром ХД Вообще Да Баги Нет Но Оптимизован Конечно Отвратительно Хотя Даже В Локация Это Ну Локация Которая Как она Называется Которая Лофу Лофу Оптимизирован Отвратительно Есть Место Холи Шарк Ты Кинь А Ну Ты Не можешь Мне Наверное Кинуть Инвайт Потому Что Все Закидали Инвайт И У Меня Нет Места Привет Здоров А Да Я Это Про Баг Почитал Да Спасибо 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 Большое Что У нас Сегодня Одно Колесо Крутого Нового Знаем Или Нет Жить У него Кажется Я Так 92 Рубля Сейчас Кажется Я Забыл Пофиксить Чтобы Они По 500 Росли Да Забыл Шаг Увеличение 500 Начало 1000 Сейчас На данный Момент 92 Рубля Встретил Свинку С бафом Нахил Такая Легкая Холи Шарк Здрасте Добав Бля Мне нравится Всегда Ходить Тремово Рядышком Стоят Умирают Быстро Ресурсики Формятся Вечные Колеса По 500 Норм Ну Не Они Уже Закончились Их Уже Нет Вашим Спинки Есть Клара Дефолт Перс Ивкач Стоит Покрутить Здесь Есть 145 Капер Круток Наверное Или Как Хотел Ждать Кавку Как Хотел Жди Кавку Хотя Ты Успеешь Покрутить И Вряд Ли Кавка Будет Сильно Рано Можно Все Успеть Сдели Вроде Жимба Сквар И Дружи В принципе Клара Отводит От Зельки Урон И Немного Поддамаживает Врагов Миллионов Семьдесят Тысяч Шестьсот Девенадцать Вы Уже Прошел Все Бездны Все Миры Осталось Ждать Одного В смысле Все Бездны Я Че-то Сомневаюсь Что Ты Прошел Этот Ресет Еще Бездна Наверное Базовый Если Базовый Прошел От Крут Спасибо Еще За 2 Евро В Донатике Сори Но Нет Не Могу Просто Добавить Донейшн Эксет Спасибо Спасибо Большой Тридцать Восьмой Не апнул Еще Напоминаю Про квест Тридцать Восьмой Табличку С Крутками Ля Табличка С Крутками Реально Реальная Тема О Мы Еще Видос Не Глянули Пойдем Посмотрим Крутой Видос Ту 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 видоизмененная музыка из менюшки карточки какие-то уничтожение о, безусловно прикольно похода общество гениев основанное он им родиться судя потому что они показывают как когаточки ноготочки как там было ты нужен ты важен паста и 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 Брик, которые выложили стены. Будьте знакомы. Тогда они говорят. О, ты, кто достигал конца. Взлезай в парадизм, который обладает всех. Звучай в этом велом хорошее и праздник. Слушайте на бедность миллионов за миллионами сердца. Выбирая вас в их образе. Буба изобилие. Подожди, это не изобилие. Это это. Эрудию этой. Блин, гармония. Мы же гармонию еще не видели. Ля, еще кучу каких-то, да? Типа показывают. Месять мир против себя. И возьмите все такие вещи в сердце. Это путь вы должны идти. Они говорят. Это путь. Это путь. Блин, прикольно, вообще. Очень иронично, что я сейчас смотрю. Затащу. Блин, прикольно, вообще. Смотрю Мандалорца как раз. Так, я хотел еще раз посмотреть, кто там были. Блин, гармония, вообще. Посмотреть на нее. Жесть. Так и хочется вставить эти детальки паззла в нее. Все! Зная такой великой хорь и приветствуй. Учите к столу миллионов за миллионы крышей, держите вас в их обрось. Посмотрите на честь. На кору... Эграчность... Зари красноличивость фавориток радостей. Это кто? Верасити? чревоугодия сознание крылья очень крутой очень крутой ролик прям вообще круто нравится нравится притчи о звездах туру ту ту даже типа архонты но вселенского масштаба как бы не показалось ли ты сейчас у плакат перса который это читает и каждый из путей качать следами этаж пипец мой надо да очень много и он соли я тоже думаю что и он и в разы сильнее архонтов типа ну да архонты печенье богов выше ионов никого нет да это же думаю что и он и здесь это самое самый верх божественного не знаю так чё я хотел чё я хотел с мало потраченным костики вроде ну парочка кстати есть парочка никто не отвечает поищите клару в мастерской закал 37 ранг 700 опыта какие советы по прохождения шестого мира как коля ваншотает на втором мире в смысле на второй фазе первый путь это путь охоты и убивать стрелами под двумя бафами иона охоты то есть ты берешь первый баф на два заряда ульты второй второй баф берешь на восстановление ульты в момент убийства мобов это первый способ второй способ ну я прошел на на ответках при помощи ион радости но это для тех кого есть клара другим наверное ну или кстати возможно химика думаю что либо клара либо химика это вот а подожди радость да 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 все правильно либо клара либо химика вот проходит вот так вот это мои два способа прохождения но я уверен что их есть очень много и разных ну вот охота наверное самое просто причем здесь даже не обязательно охотников брать в пачку желательно наверное не обязательно особенно если это хотя бы дань хэн тушу там как раз аноморезисты ну она моя уязвимость видел что тебе за подарок вчера сделали в ргг нет не видел я еще не заходил ну я видел что я стою на месте но не знаю что там минутка хвостовства прошел что мир на всех резонансов кроме памяти он в процессе тридцать седьмой ранг молодежь балдеж и столько время взять так в принципе последний час до час можно выложить на youtube чик как да или дела крутой крутейший трейлер ионов да и просто ответ на вопрос всякие разные